Привет, привет, мои хорошие, мои любимые. В общем, довозилось, пока и на улице стемнело. Только что было солнышко за окном, буквально полчаса назад. Как-то, знаете, пробегала, не заметила, и уже солнышка нет. Ой, знаете, как сегодня у нас воскресенье погода, боже, бомба, бомбезная. Очень классная такая, знаете, осенняя, теплая. Хотя утром было очень холодно, сейчас днем было солнышко. Ну, ветерок, но все равно не такой, как утром, не пробирающий. Вышли с малой на рынок, она была на занятиях, потом пошли на рынок. Хотели посмотреть костюм. И я девчонки заказала себе, мне, кстати, девочки просили, ветер просто растрепал волосы. Меня просили, хоть и лака много. Мне девочки просили, писали, когда я показывала курточки, что на таких полненьких, как я, и те девочки, которые такие, как я, типа, показывайте. Девчонки, заказала спортивный костюм на флисе, но только, знаете, баечки я покажу. Я одену, и я вам покажу его. Заказала костюмчик, заказала через интернет, потому что на рынке, ну, невозможно найти, ну, на меня, вот, например, размера нету. И что хочу сказать, даже если бы, вот сегодня мы там зашли в Евробазаре на четвертый этаж, я не просматривала, вроде бы, как большие, хотя, может быть, ну, размер до 56-го. Они уже там 1800, то есть, ну, цена, конечно, знаете, ну, как они... Вот, мы же арендуем, аренда дорого, я все понимаю. Ребят, но в стране война, и зарплаты, как говорится, у людей совсем на нуле продукты, реально цена повысилась, потому что, ну, цены просто. А мне захотелось, знаете, как взять теплая кофта, кенгурушка, теплые штаны на спортивные костюмы. И практично, и удобно, и, конечно, хотелось, знаете, как, долго я не могла определиться, там, горчичный цвет, фуксия классный был, потом голубой классный, потом, знаете, такой серо-голубой, черный, изумрудный. Но изумрудный, знаете, такой, ядреный, знаете, я называю такие цвета, вырви глаза. Мне больше, знаете, как более, если бы приглушенный, я очень мне нравится изумрудный цвет, но если бы более приглушенный такой. Так вот, решила, короче, девочки, крутила-крутила и заказала черный. Потому что у меня ботинки красные, думаю, будет хорошо под красные ботинки, а не спортивного стиля под, думаю, будет хорошо под, скажите мне, господи, уги, у меня уги такие. И я, когда ковидом переболела, у меня стали, я не знаю как, но тоже мне писали девочки, когда я там снимала видео, что тоже мерзнут очень ноги. И, а, и знакомая, она тоже, когда переболела, в том году, что и я, она переболела ковидом, и она тоже говорит, у тебя не мерзнут ноги. Я говорю, да, а, и брат у меня тоже забыла, кто-то еще говорит, и брат мой родной тоже, он говорит, у меня, он переболел ковидом, говорит, у меня стали очень мерзнуть ноги. вот это вот я вот заметила тоже такое вот, что мерзнут ноги и тогда я купила ноги на такой, знаете подошве, думаю, классно будет и подуги и практично и удобно знаете, даже если устроюсь я надеюсь, что я устроюсь на работу и на работу бегать до работы, с работы я думаю, будет прекрасно конечно, знаете, хотелось какого-то ну, думаю, лучше, если все будет хорошо, лучше весной не теплая, а более такой прохладный, такой, знаете, ну на весну, думаю, зима пускай будет черный хотя хотелось мне такого, знаете, то ли хаки, то ли фисташкового такого, какой-то приглушенного думаю, и бордовые нравятся такие, больше фиолетовые ну, ладно крутила-крутила и то, и то, и в итоге заказала черный так, к чему вела? Пошли на рынок посмотреть дочки, дочка же маленькая у меня метр всего-навсего скажите мне, метр пятьдесят два сорок семь килограмм вот на таких шипзиков размер эска полторы тысячу восемьсот тысячу девятьсот тоже она в интернете заказала знаете, какая есть там такая услуга как-то, я не знаю, я не буду ну, в общем, ты полностью пересчитываешь деньги человеку, да, но они как бы у него на счету но он их не может снять до того момента когда вот оно как-то с новой почтой там завязано пока Вике не придет товар она его не развернет на новой почте не осмотрит, скажет все, да, одобряю, я забираю и только тогда они кто-то там ставят где-то там у себя отметку, что да, товар забран все хорошо и идет отчет на банк и только тогда банк открывает доступ ему к этим деньгам то есть этот человек не может снять деньги до тех пор пока новая почта не даст, ну, отмашку и получается так, как Вике они товар не прислали не знаю, на что они надеются а, может быть, думали, что Вика просто перечиснет без этой вот заморочки там есть такая вот функция как-то там новая почта а Вика вот через это ну и, конечно, денежки они не смогли снять Вике, они ничего не собирались так как мошенники и Вике деньги вернул банк назад и мы пошли вот это вот смотреть в интернете, конечно, дешевле девочки но если я на себя купила этот костюм этот же костюм, короче, кофта 840, 850, 835 вот так вот именно этот, только в разных тоже они сняли вот эту вот называется кенгуру этот костюм сняли потому что стали, как мне объяснила девочка которая заказала длиннее кофта, да, там реально вот, они отшили этот же костюм только подлиннее кофта так как, типа, начали просить удлиненную кенгурушку и они отшили удлиненную и, соответственно, цена увеличилась немножко ну, смотря в кого 935 в кого тысяча в кого 940 ну, вот я вот так вот ну, на сотню, так сказать цена увеличилась ну, извините меня даже тысяча это, блин, не 1800 не 1900 ну, я считаю, это чересчур резонатто и, конечно, мы посмотрели ценник это бомба бомба бусик ходит как от камня цикатит ходит, ходит, ходит так что ой, девочки вчера не нужно выгуливать собаку идти пишет мне практикующий психолог что он или она хотя писала поначалу как она потом как он если я не ошибаюсь нужно перечитать я вот это как уважаемая я вот это как практикующий психолог ну, там есть почитайте смотрю посмотрела вас у вас зависть во всем в речи там в мимике в жестах типа вы что-то не пробовали обращаться я вот это вот, знаете вот как почитала и вот а, там еще добавилось писать и вот смотрю вот ну в каждом в каждом вот ну проглядывается уже Нина зависть а вот вы можете перелет себе позволить а вот вы можете снять и прожить да вот вы ничего не можете дешевка вонючий Египет четверка от силы там что-то вонючий Египет ничего тебе себе позволить вот зависть во всем я честно ну я посмеялась я сходила с собачкой погуляла пришла смотрю там не знаете как я не знаю почему как очень много начинает вот этих вот сообщений комментариев у меня все перестает высвечиваться до определенного как говорится момента а потом уже даже не высвечивать что они добавляются вот добавляются и ну не выдерживает я что-то там прошло время я смотрела какой-то фильм захожу а там уже в общем да ну она там переписывается с другими да во всем вот вот Нина вот она молодец вот они я вот это даже смотреть не буду да не смотрите уважаемая или уважаем не смотрите пожалуйста хотя Нина я уверена что это ты там кто почитает адекватный человек практикующий психолог это смешно за зависть вам что ой блин я конечно это это там я вот конечно все понимаю вы на свой вес да я вижу себя Нина у тебя там ну если у меня маленький процент того что это не Нина я конечно не знаю может я конечно ошибаюсь но я больше склоняюсь к тому что я не ошибаюсь я там почитала такой маразм такая ахинея такое писать да я с другой страны да я типа что там и у Нины там мои посты да сейчас я перешла и ищу ваши комменты и посты уважаемые или уважаемые знаете я вам скажу так не нравится не смотрим просто не смотрим у них такой водный контент у них так про путешествия побольше вашего путешествовать а откуда мне вот так вот интересно вы знаете куда путешествовала я понимаете вот это вот такая ахинея Нина ваша одну квартиру проиграла тупо вторую вот останется без второй мне просто вот интересно что такого добилась ваша вот она добилась таких высот каких каких смешно понимаете каких высот добилась Нина не смешите мои тапки я вас умоляю Нина добилась высот квартира родительская которую она скоро потеряет чего Нина машину ходила пооблизывалась на том все закончилось чего добилась Нина чего Нина окей Нина заработала Нина купила одну вторую третью квартиру да у нее недвижимость вот даже тот самый Ладомян хоба стал умно понимаете одну квартиру вторую стал вкладывать деньги в недвижимость не будем сейчас о ситуации как говорится но окей есть то есть человек хотя бы куда-то знаете там я знаю блогеры другие какие-то магазины свои открывают тоже в недвижимость вкладывают у нее была такая возможность она же все отнесла на унитаз да где она умница где она разумница вы хотя бы когда пишете практикующий психолог если вы реально психолог вы головой мозги включай ну я тебе скажу Нина включай мозги практикующий ты психолог ты свято веришь в то что у тебя реально годный контент если есть реально знаешь ну очень очень конечно классные блогеры тревел блогеры которые вот показывают которые вот реально что-то они реально вот а вот мы поедем вот так вот можно снять там что показала ты как вы месяц просидели в кондике два на два как ты там истерила что тебе уже мало места как там муравьи да все как вы по одним торговым центрам и по лоткам и по ночным рынкам в поисках еды что ты показала что ты показала как можно да съездить на какую-то экскурсию как лучше вот даже как тот Александр пилот который путешествует там ну они своим ходом там на мотоцикле они все показывают что показала ты что ты чем-то там вот так вот ну вот такой контент а вот она себе допускай позволяет вы понимаете я понимаю когда блогеры ну не будем называть которые даже ну давайте вот даже то мама отличника там в Дубай тогда летали они там понимаете да я себе Дубай не могу позволить сейчас не могу ну а вот а вам сейчас не могу даст бог все будет хорошо сможем и мы поверьте а то понимаете вот вонючий Турция тебе вонючая стала Египет вонючий Тай блин понимаете побывала она в Тай вот я посмотрела понимаешь мы хотели полететь в Тай у меня муж не хотел просто 12 часов в самолете после того как его показала ты так как я человек очень брезгливый я не хочу больше в Тай вот честно не хочу я теперь после понимаешь ты ты как антиреклама Нина вот понимаешь ты антиреклама не знаю тебе там реклама какие кондики тебе закан ты антиреклама вот после того как ты может быть если бы это другой блогер Тай показал другой Тай настоящий понимаешь но то что я увидела у тебя я по твоим бы не поехала вот честно вот я тебе клянусь если я мы задумывались я предлагала мужу уже в прошлое поехать в Тай он не захотел из-за того что очень долго в самолете он сказал нет я не хочу 12 часов сидеть в самолете то есть это блин вот ты себе можешь а откуда ты знаешь что я могу себе позволить мне так вот это вот смешно писать такую ахинею вот вот я не буду кто там пишет вы же не видели других типа видео я и не буду смеет да не смотри проходите мимо просто так вот смешно вот такие вот какие-то умозаключения такие знаете шоры как знаете в лошади вот вижу и знаете вот свое вот свое у вас зависть окей зависть я тебе уже говорила зависть ночами не сплю тебе завидую вот не сплю ночами честно вот уже вот это знаете опять И вот эта вот зависть, она реально, девочки мои, она реально думает, что ей завидуют, что она там просидела месяц в том кондике, но она ничего путного не показала. В том бассейне они экономили воду, свет, в том бассейне отмокали, после них тот бассейн, отмокали в том бассейне, пользовались потом душем после бассейна, чтобы как, ну, сэкономить. И ты мне экономили на еде, на всем, выбирали, где подешевле лапша, и ты мне будешь, знаешь, рассказать, а ты себе можешь? А откуда ты знаешь, что себе могу я позволить? Вот вы ей завидуете, вот у нее, блин, уже было видео, уже объясняла, чему завидовать? В априори я вообще человек независливый, у меня такое, ну, знаете как, мне не присуща зависть, это правда. То есть тот, кто меня знает и смотрит, мои друзья, знакомые, они знают, что мне зависть вообще не присуща. Я человек, который вообще, мне может быть, знаете как, вот я увидела что-то другого человека, и мне понравилось. Я вот честно не скажу, и я хочу такое, но, чтобы меня какая-то жаба сидела, давила, никогда. Я же говорю, мне когда еще в общежитии жили, там Оксанка была тоже, она всегда, знаете, как мне говорила, мне так вот запомнилось, Оксан, пошли там покажу, я холодильник новый купила, заходим мой там зеленый, я уже, может сказать, росла, говорю, все покажу. Так, ну, как-то, знаете, ну, необычно, темно-зеленый такой изумрудный холодильник. Ну, она там, знаете, с перспективой, что они уже откладывали там на квартиру, собирались купить квартиру, и она хотела в желто-зеленых тонах кухню сделать. Она говорит, я же уже этот холодильник покупается не на один день, вот я уже типа продумываю. И вот она мне показала, говорит, ну, не хочу больше никому, она соседка, но она очень зависливая. И она прям в глаза говорила, девочки, ну, вот у меня такая черная зависть, я не могу с собой ничего поделать. Вот она, она это признавала, она говорит, я не могу с собой ничего поделать. Вот я увидела, у меня, говорит, такая вот жаба, она мне душит. Вот она это признавала, вот человек. Она мне говорит, Оксана, вот я тебе позову, покажу, и все хорошо. А позову вот Лиду, мне сразу говорит, если эта вещь, она сразу рвется, у нее то, порвок, то приводство, украли, она постирала ее, украли. Как говорит, если эта техника, она сразу же, как говорит, или в тот момент, когда, говорит, я показываю, она ломается, или когда человек выходит, она сразу что-то, ну, что-то говорит. И мы уже с Димой заметили и проговорили, что вот человек человеку рознь, вот ты и все хорошо. Поэтому показываю только тебе и больше никому. Типа хвастаюсь, потому что, ну, понимаю, что, говорит, у тебя нет, вот тебе, она так и говорит, тебе зависть не присуща. Вот мне правда, я могу, ну, по-человечески порадоваться за человека. Я сейчас, знаете, так захожу и говорю, у нас маленький был. Ой, говорю, Ксюх, как классно. Я так, говорит, мне тоже так хочется побольше, маленький ребенок, но пока нет возможности. Говорю, ой, молодцы, классные. Мы буквально купили, я не знаю, скорости. Так что как-то завидовать. Мы всего заработали, ой, работают там, ну, образно, типа написала, на вонючих, типа, заводах. А я вот сижу, блин, как вам донести, я сама хочу работать, мне скучно. Я не хочу вести деградирующий образ жизни, как Нина. Если ей в кайф сидеть, жрать и прожрать, извините меня, миллионы на унитаз, это ее личное дело. Мне не в кайф. Знаете, как я звоню Юльке, Юлечке. Работали мы вот это вот. Выкинули снова вакансию. Мою вакансию. И я бы пошла, но, знаете, что звонишь Юль. Юльчик, говорю, там что, все, пошла работа у нас. Она и говорит, ну, как тебе сказать. Ну, если тебе деньги сильно нужны, говорю, Юль, в каком смысле. Ну, вот, говорит, тебе деньги сильно нужны, я говорю. Ну, вообще-то как? Конечно, кому не нужны деньги? Ну, я же не буду ходить на работу за просто так, правильно? Говорю, Юль, ну, конечно, нужно. Если я ищу работу, ну, я ищу ее для заработка. И для движения, естественно, и, знаете, как, ну, не в кайф. Она говорит, ну, вот, не платит. Он говорит, после войны отдам. Говорю, в смысле? Ну, вот он нам отдал за апрель пять, а теперь дал за сентябрь две с половиной. И вот октябрь уже заканчивается, мы вообще больше ни копейки не видели. Говорю, в смысле? Ну, вот собрал и говорит, отдам вам после войны. Говорю, а как так? Коммунально это нужно платить каждый месяц. Кушать-то, ну, хочется каждый день, как говорится. У нее тоже ребенок, девочка, тоже уже такая шестнадцать лет, взрослая девчонка. То есть нужно ей идти, я будь и прокормить ребенка. Извините, у меня зима, и мы все люди, мы все болеем. Какое-то лекарство там можно, ну, знаете, когда же до того насморка купить. Она говорит, так и вот я, она одинокая, конечно. И что, она говорит, вот и я, ты понимаешь, что мне же больше нету, мне некому кормить, мне очень тяжело. Она говорит, ну, я буду такая рада, если ты вернешься. Ксюшка, приходи, возвращайся. Я говорю, Юль, я бы вернулась, но извините меня. А за что? Они написали мою, смотрю, зарплату, ну, окей, все, я согласна. Я говорю, а я думаю, что мне Сергеевич, мы с ними проговорили. Он говорит, а что звонить, денег-то не платят. Он перестал платить людям деньги, и люди поуходили. А теперь у него появился заказ, а люди-то теперь не возвращаются, потому что он не платит денежек. Вот, понимаете как? Да, и я пошла бы. Из таких, не, я не пошла бы, я побежала бы на эту работу. Мне вот это моя последняя работа, я ее просто обожала. Просто. Мне было она настолько в кайф. Она говорит, мы теперь работаем по 12 часов из субботы. Я даже по 12 готова работать. Понимаете? Я ей говорю, Юлька, у меня четвертый подбородок растет. Ты же, я говорю, понимаешь, она как стала. Она говорит, знаешь, за что тебя люблю? Говорят, за свою с тобой критичность. Как стала, блин, смеяться. Говорят, я тебя люблю, как ты сама себя кожигун. Реально оцениваешь. Говорю, Юлька, ты же меня, говорю, не видел. У меня четвертый подбородок растет. Мне работать нужно, иди. Мне, говорю, нужно двигаться. Мне нужно работать. Она, Боже, шутка говорит, ну, приходи. Ну, я тебе говорю, я за тобой так скучаю. Я говорю, Юль, я хочу. Ну, я хочу, чтобы мне и платили за эту работу. Понимаете? Если он мне платил, давай, ну, я получила 13 с половиной на руки. Это была хорошая зарплата. Говорю, Юль, ну, окей, сейчас там он ставит 12. Ну, ладно, понимаете, с этими событиями я рада бы была бы, я бежала бы. Говорит, тапки губила бы. Ну, чтобы он их платил. Ну, извините меня, работать за что, за идею. Я вам отдам, как выразился, она мне говорит, отец, ну, вот, старший. Даже по окончанию войны. А когда, знаете, как вот, как-то вот, знаете, вот это вот, нет. Мне такое не устраивает. Юля говорит, у меня ребенок кушать хочет сейчас. И, извините меня, у него еще отец на руках, старенький. И он уже, естественно, знаете, со своими болячками, там, и сердечко у него, и все. Она говорит, мне лекарства там нужно купить. Мне там все равно, и кормить их. Ну, пенсия. У него пенсия маленькая, говорит. Дочка. Ну, говорит, я получила 2,5 сентября. Оксана, говорит, заканчивается октябрь. Я ее очень прекрасно понимаю. Она говорит, ты понимаешь, я не знаю, в какую сторону бежать. И, говорит, прошу, не дают. Ну, в общем, не знаю, такой вот, ну, так, ну, так хочется вернуться. Это, это мое. Не потому что, Нина, как ты говоришь, вонючий завод. И, типа, ты бы, нет. Я вот это вот, я поговорила с Юлей, это было полдесятого. Она вернулась пока с работы, пока доехала, потому что сейчас не по 12 работают. Она мне пишет, если ты не спишь, набирай. Я заснуть не могла. Я бы прям сейчас бежала, понимаешь? Мне в ту секунду беги туда на работу. Вот так хотелось. Потому что, блин, и коллектив там обалденный. Я люди, там люди сказка. Мне говорят, там такие люди, мы так сработались, конечно, они уже поуходились. И Саша, и один, и второй. Вообще. И девчонки там поуходили. С какими мы очень, конечно. Мне коллектив очень нравился. Мне работа моя нравилась. Мне нравилось, что я загружена. Мне пишут, вот ты бы так, нет, не хотела. Простирать вот так, как ваша Нина? Нет. Так что, вот, понимаете, у людей просто разные понятия. Вот и все. Или, понимаете, я говорила, свой какой-то открыт, да, хотя бы маленький, вот когда, чтобы магазинчик, чтобы ты был занят, ты был в движении, ты что-то делал, ты зарабатывал. Вот так, да. А вот так, как пассивный, вот если у меня будет, у меня муж давно предлагает, давай, давай свое. Я что-то хочу свое. Я буду отдавать всю душу, буду пробовать, как говорится, чтобы мне в кайф, когда ты, а так сидишь, я не знаю, как, как может нравиться это вот это деградирующее. Кушать приготовил, поел, ты ничем не занят. Я не знаю, я схожу с ума, я хочу на работу. Я говорю, мне, когда я увидела, я давай сразу, ну, Юле, Юля трубку не берет, я пишу ей в Вайбере. Она приходит, говорит, Оксана, извини, ну, реально, говорит, люди поуходили, работы, она оператор. Много, все накладные, она очень-то много проводит на складе. Она говорит, я вот это вышло, пока доехала, если ты не спишь, набирай. Я, конечно, я с ней поговорила, мы, наверное, проговорили полтора часа. Ну, конечно, она ржала, конечно, там, говорит, ну, ты как скажешь, говорю, Юлька, четвертый подбородок растет, я работать хочу. Она, Ксюх, приходи. Она говорит, ты знаешь очень, ну, я реально, я очень много пометала, я понимаю, ну, я техник-механик. Она говорит, мне, типа, Коля ушел, тут два было, как говорится, у меня, говорит, помощник. Коля и ты, вы два, вот Коля, когда уходил, она говорит, я никогда, Коля, уходил там в отгул и в отпуск, я не боялась, потому что есть ты. Ты, которая мне скажет, подскажет, расскажет, говорит, ты во всем, ну, разбиралась. Говорит, и когда вы ушли оба, она говорит, я не знаю, куда бежать, я не понимаю тех железяков, я не понимаю тех, мне, говорит, так трудно, я ошибаюсь, потом переделываю я этот, ну, там же тоже. В общем, она говорит, Оксан, приходи, ну, если тебе деньги не нужны, я говорю, Юльчик. Ну, я говорю, на смене, я заснуть не могла, я прям в ту секунду бежала, так мне хочется назад на работу. Ну, только если, понимаете, вот это вот когда-то, когда-то меня не устраивает. Я хочу работать и получать деньги за свою работу. А вот когда-то, как-то, знаете, вот странно, у него такое вот понятие, люди, он думает, люди не едят, дети у людей, когда-то вот я тебе отдам, я, конечно, все понимаю. Но если у тебя есть заказ, ты получаешь деньги, почему ты не рассчитываешься с людьми, вот этого, конечно, я не понимаю. Вот и все. Так что, нет, у каждого, знаете, разное понятие. Вы бы все хотели сидеть, как она, нет, не хотела бы. Вот точно не хотела бы. Когда у меня будет возможность открыть свой, ну, я буду укладывать, и, ну, я уже, знаете, как меня муж давно уже к этому склонял, что давай, 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 Оксан, давай что-то свое, Оксан, давай. Потому что, ну, не хочется, и вот, ну, хочется, как, ну, я не готова работать, как, знаете, как на панчине раньше заеду, нет, я за деньги. Я буду отдаваться полностью, я буду работать, ну, чтобы мой труд, соответственно, и оплачивался. Вот и все. Ну, все, мои любимые, мои хорошие. Я сниму ролик, девчоночки, кто дослушал, сниму обязательно ролик, покажу вам лосинки. И спортивный костюм, то, что на зиму. Все, все, мои хорошие, любимые, пока-пока.